Всем привет! С вами Алекс и сайт rimpc.b. В этом видео хотелось бы рассказать очередные новости по релизной сцене и Динува. Итак, погнали! Сегодня 21 января и всё, наконец-то все давно ждущие взломов игр на Динува. Можете открывать свои бутылки с ромом и начинать праздновать. Сегодня CPI объявились и взломали Sonic Forces. Такой вот суперкрутой и весёлый платформер. Вышел 7 ноября и тогда после Assassin's Creed Origins и думали, ну почему же нету взломов? Что за фигня такая? И вот прошло достаточно много времени, но всё-таки CPI объявились. Взлом! Давайте, смотрите, разбираться. Появилась соответствующая тема на Reddit, Sonic Forces, ну вот совсем недавно. Давайте смотреть инфофайл, что же здесь нам сообщают CPI и вообще какая версия Динува, что самое главное, была. И что там вообще намешали разработчики, возможно. Итак, переходим, смотрим, что же они сообщили. Итак, техническая информация. Так, имя, дата и Динува, 64-битная, кстати, версии 4.8. То есть до этого мы считали, что последняя версия 4.7 в основном Assassin'е и так далее. Но здесь они отметили, что 4.8 ещё как-то доработаннее, по их мнению, оказалось. Ну и плюс Steam-привязка там. Всё, вроде бы никакого VM Protect'а поверх нету. Соответственно, возможно, все другие игры, кроме Assassin'а, тоже с лёгкостью будут щёлкаться. А так, дальше информация по игре, как установить, как играть, потом их девиз. И здесь они отметили всего лишь то, что игра обновленная, включает все имеющиеся на данный момент DLC. А так, вроде бы ничего такого больше не сообщили. С лёгкостью вернулись, CPI взломали, стабильный взлом, скорее всего, как всегда будет. И всё отлично будет работать. Конечно же, остаётся неотвеченным вопрос, куда делись, куда пропали, почему именно такое количество времени не было взломов, несколько месяцев. Возможно, прояснится данная информация. Также хотелось бы отметить, что Voxy также работает, пожалуйста, в поте лица. Dead Rising 4 с апдейтом номер 3 взломан. Там тоже динува. Версии 4.6, правда, 64-битная. Steam, там, эмулятор использован на Tali 213. Более того, в Dead Rising 4 он отмечает, что можно играть с друзьями по мультиплееру. То есть ждите уже упакованные версии с этим лекарством. И, возможно, в Dead Rising 4 можно будет погонять с друзьями у вас. Так, в общем-то, супер. Огромное крутое оживление началось. Всё начал в Voxy пару взломов. Это уже, кстати, его третий взлом фактически, блин, за последнюю неделю, можно сказать. И тут ещё CPI взратились. Но CPI, конечно, более крутой взлом выпустили. Это последние игры на последней версии Динува. И круто, всё. В общем-то, я думаю, взломы нового 2018 года открыты данным шагом от CPI. Посмотрим, дальше может ещё кто-то появится. SteamPunks или ещё кто-то. И что же всё-таки будет с Ассасином в конечном итоге? Потому что там всё-таки VM Protect. Покорится ли он Крякером или нет? Посмотрим. Это вопрос ещё времени. Но все остальные игры, которые без VM Protect, тот же NFS, скорее всего, тоже скоро появятся. Всё, в общем-то. Такие вот дела. Продолжать дальше следить за информацией по Динуву. Очень круто. Прикольной релизной сценой. А вы не забывайте смотреть на ссылочки в описании. В том числе будет ссылочка вот на эту статейку, где я собираю все-все-все новости, информацию по Динуву, релизной сцене и так далее. Ссылочка в описании. Также не забывайте, что вы можете вместе со мной добавлять крутые новостейки из мира видеоигр на сайт rempc.by. В раздел блоги. Инструкция в описании. Давайте вместе развивать свой такой уголок игровой индустрии новостей и событий. Всё. Не забывайте, что я всё же предоставляю вам информацию, а вы уже сами решайте, что вам делать. Покупать или нет. Круто. CPI вернулись и взломали Sonic. Началось. С вами был Алекс и сайт rempc.by. Спасибо за просмотр.